Катин Всем привет и добро пожаловать ко мне на канал Мой канал посвящен синтезаторам, электронной музыке и моему творчеству Если вам такое интересно, обязательно подписывайтесь Не забывайте ставить колокольчик, чтобы когда выходит у меня новое видео У вас приходило уведомление и вы посмотрели в числе первых моё видео Это очень важно также для моей статистики Так что если вы хотите поддержать мой канал Обязательно смотрите мои видео первыми И вы идеально смотрите их без остановки от начала до конца Таким образом алгоритмы ютуба поймут, что мои видео интересны И будет рекомендовать мои видео таким же пользователям, как вы Что соответственно улучшит статистику канала И нас здесь будет еще больше Ну а сегодня долгожданное видео, долгожданный девайс Я не знаю, что еще сказать Мне кажется, я в очень прекрасном настроении Потому что вышел электрон Digitact 2 Это вот такой девайс, который мы все очень давно мечтали Во многих своих видео я рассказывал, чего не хватало в первом Digitact 2 Все это делал для того, чтобы В общем, посылал такие вибрации в космос Для того, чтобы электрон таки сделали новый Digitact Это может быть там МК-2 или как вот они сделали Просто Digitact 2, который бы содержал все эти важные моменты Которые мы, это пользователи компании электрон В том числе и Digitact запрашивали Два года назад я снимал видео про электрон Digitact 1 Так что если вы еще не смотрели, обязательно пойдите сначала посмотрите его А потом сверху накатите Так же как электроны накатили новую обновку на свой электрон Digitact И сегодняшнее видео в большинстве будет состоять в отличиях второго Digitact от первого Что же они такого добавили, чего же они такого не добавили Мы сегодня тоже об этом поговорим Приятного просмотра Электрон Digitact 2 Это потрясающий девайс, на который у меня очень много планов вперед У меня есть различные идеи по его использованию Как в связке с другими синтезаторами Подключаю и использую его как секвенсор Потому что это 16-дорожечный, я даже не знаю, я это говорю и не верю сам 16-дорожечный секвенсор То есть можно все 16 дорог использовать для того, чтобы управлять 16 синтезаторами Полифоническими, четырьмя нотами Раньше можно было 8, а 8 было для сэмплов А теперь мы можем выбирать из 16, это могут быть все 16 сэмплов Или все 16 миди Или, например, можем сначала использовать их как миди Записывать и потом постепенно подменять Делать из них как бы сэмплы Или там лупы И теперь уже и стерео сэмплы Это было одно из самых важных вообще Одно из самых важных замечаний компании Электрон Когда же они уже в Digitact добавят новую прошивку Ну вы знаете, они любят добавлять прошивки И все ждали, когда они добавят стерео Но они выпустили новый девайс И он теперь стерео И в нем 20 гигабайт памяти А раньше был всего 1 гигабайт Помимо вот этих улучшений Я могу точно сказать, что это лучший на данный момент девайс от компании Электрон Потому что в нем 128 шагов Вы можете в два раза интереснее И вашу секвенцию теперь длиннее создавать И вот эти вот пейджи, так скажем, страницы Их теперь 8 штук по 16 шагов Вы можете просто лочить И как вариейшн использовать Как на тех же, на том же Роланде ТР-8С Очень удобная штука Давайте мы поговорим, что такое электронный диджитак Для тех, кто вообще не знает, что это такое Нужен он им вообще или не нужен В общем-то, новый электронный диджитак Второй, это девайс, который имеет 16 дорожек Который мы можем использовать Как сэмпл, ваншот и как драм-машину Ну и теперь уже лупы Потому что он может записывать теперь и длинные лупы Которые мы можем использовать Как зацикленные какие-то элементы в нашей музыке Что это довольно удобно Он является секвенсором Можно управлять внешними девайсами по миди И в принципе, если вы захотите То можно использовать его Как вот давлес, как центр давлес сетапа Как такой узел, который соединяет все ваши девайсы И из него раздаются и клок, и мелодии, и ритмы И все различные параметры В том числе и MIDI CC-сообщения Которые управляют фильтрами Которые управляют, ну, любыми параметрами Которые доступны в вашем другом синтезаторе Теперь здесь есть не 8, а 16 Теперь можно 16 параметров отправлять с этого девайса И даже более того Если вы вдруг не знаете Какие параметры в вашем синтезаторе отвечают Например, за ручку фильтра Или за громкость, или еще за что-то Потому что во многих синтезаторах они разные Ну, во-первых, можно посмотреть в мануале Но если в мануале это не прописано То можно подать теперь MIDI на DigiTact И покрутить ручку в синтезаторе И он, такая функция MIDI-learn Он с помощью этой функции воспринимает этот сигнал И говорит DigiTact Вот этот вот параметр Нужно будет сообщение крутить И девайс будет, в общем-то, откликаться На это MIDI-сообщение Чем хорош DigiTact по сравнению с другими электрон-девайсами? Потому что это сэмплер А если мы записываем сэмплер нашу музыку То и получается оттуда наша музыка Мы исключаем все возможные какие-то призвуки, звуки Которые генерируются внутри девайса Синтезатора или эффектов И мы можем использовать наш собственный звук Что очень здорово И мне кажется, это универсальный такой инструмент Который позволит сократить вашу студию До минимального какого-то размера В том числе и для меня Электронный DigiTact стал таким девайсом Который заменил мне два, а теперь, наверное, уже и три устройства Один это драм-машина Второй это MIDI-секвенсор У меня был Торайс Квит Это R8s А третий, наверное, это какой-то лупер Который позволяет записывать не просто ваншот, а идею Ну, например, вокал можно записать какой-нибудь длинный Ну, или кому что В зависимости от музыки Секвенсор, драм-машина и такой мини-лупер Что, конечно же, играет в сторону того, что DigiTact теперь может быть полноценным стендалон девайсом С которого можно воспроизвести трек Потому что там есть теперь сонг-мод Но он и в прошлой версии тоже его добавили Но, тем не менее, здесь теперь есть 16 треков Это, конечно, классно Можно аранжировки выстраивать даже внутри одного паттерна Давайте поговорим про внешность Внешность у этого DigiTact-то абсолютно такая же У меня есть ощущение, что это тот же самый девайс До тех пор, пока я его не включаю Дисплей, к сожалению, теперь у нас белый А не желтый, как был раньше Мы привыкли к этому приятному желтому дисплею Он был таким идентификатором этого девайса И поэтому немного грустно от этого Но, мне кажется, я уже привыкаю к белому Хотя у меня есть еще и желтый запасной Не знаю, буду я менять или нет У него появились несколько новых кнопочек На слевой панели для того, чтобы выбирать трек, паттерн Или сонг-мод появилась Вот кнопка появилась, которая выбирает сразу же кейборд И мы можем играть сэмплом, мелодию К сожалению, полифонии тут на сэмплах по-прежнему нету Но есть возможность играть 4 аккорда для секвенции Для внешнего синта Также добавился еще один параметр на эту панель И эффекты объединились теперь в один момент Не знаю, насколько workflow стал теперь более удобным Пока не очень понятно, но приходится чуть-чуть перепривыкать Мне посчастливилось купить этот девайс во время стрима Прямо в день релиза Я купил его, даже не думая Потому что я реально ждал обновления диджит акта Настолько девайс этот хорошо вжился в мою систему И я, в принципе, очень любил его использовать И единственное, что я, конечно, отправлялся в поиски Какого-то постоянно работающего такого сэмплера Который мог бы записывать все-все-все в один Вот я использовал диджит акт плюс блэкбокс И два девайса Мне хотелось где-то в глубине души Я всегда хотел какой-то сэмплер такой полноценный Даже купил себе актатрек Незадолго до выхода диджит акта второго Теперь вот не знаю, что с ним делать Но это уже отдельный разговор Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу диджит акта второго и актатрека Что для вас нужнее, интереснее Будете ли вы, например, размениваться Если вы вдруг находитесь в этой стадии Когда вы хотите поменять этот девайс Любые ваши соображения, пишите Многие любопытные уже заметили, что у электронного диджит акта второго Сверху пропала надпись Раньше здесь было написано, что это восьмидорожечный Диджитал драм компьютер и сэмплер По-моему, так это было Никакого слова про секвенсор не было Но я вот на своем девайсе написал, что это секвенсор Потому что я реально использовал как секвенсор даже больше, чем как сэмплер О чем это может говорить? То, что здесь пропала эта надпись Мне кажется, что компания электрон планирует этот девайс расширять в сторону синтеза Может быть на основе сэмплинга Уже, в принципе, есть сингл вейв формы Которую можно включить луп И он уже играет как бы как осциллятор Сейчас появился вейв тейбл Мне кажется, что они добавят какие-нибудь еще цифровые Но мне хотелось бы верить, чтобы они добавили какие-нибудь еще цифровые движки в этот девайс В общем, мне кажется, это маленький намек на то, что диджит акт теперь именно рицательное И мы будем понимать, что диджит акт это что-то такой цифровой такт Различные способы, не только с сэмплингом Новый диджит акт, кажется, звучит еще лучше Потому что написано, что он теперь 24-битный Насколько я знаю, что предыдущий диджит акт, по-моему, был 16-битный Сэмплы он мог 24-й как-то за 4-битный получать Но звук вроде на выходе был 16-битный Если я не прав, поправьте меня Ну, в общем, теперь точно 24 есть Это большой плюс к приросту звука То, что здесь теперь 128 шагов, мне кажется, многим придется переосмыслить свое написание музыки Если вы работали на девайсах электрон, вы привыкли к 64-шаговому секвенсору То теперь 128, конечно, раскрывает новые возможности И я думаю, что вам придется даже немного философию свою перестраивать Из-за этого вы теперь сможете делать более длинные секвенции Если поделить их на 2 или на 3, как мы раньше всегда использовали для того, чтобы сделать длинную секвенцию То, представляете, теперь 256, если на 2 поделить Это прекрасно Электрон диджит акт обзавелся китами Кит – это набор параметров, сэмплов и параметров, которые доступны на каждом паттерне Раньше здесь был паттерн, и мы закидывали просто туда сэмплы, и они сохранялись на каждом паттерне Теперь каждый паттерн имеет собственный кит, который можно сохранять в отдельные киты Например, вы можете собрать кит 909 или 808 Роланда, использовать секвенцию и просто подставлять эти киты В общем-то, те, кто пользовались Роландом, прекрасно знают, как это работает Это не те киты и парцы, которые в эктотреке, они похожи, но это гораздо удобнее история И сразу хочется сказать, что есть такой перформанс-режим теперь Когда мы из одного паттерна переходим в другой В режиме перформанс мы можем накрутить этот кит Как там только придумается, например, длинный какой-нибудь реверб Для плавного перехода мы накрутим, переходим на следующий паттерн в этом режиме И этот реверб сохраняется, соответственно, более плавный переход из трека в трек можно осуществить Это круто ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если вы не хотите делать этот плавный переход, ну, можно отключить режим перформанс-режим Тогда включится следующий кит, который должен был бы играть на следующем паттерне Попрактикуйтесь, поймете, как это работает Я думаю, что для тех, у кого есть проблема сведения в стык треков и не очень удобно Можно использовать эту функцию Если у кого-то есть другие девайсы, и можно использовать тогда Накладывать кирпичиками, как я это делаю, например, с сэмплером Blackbox Появилась удобная штука, рандомизация названий Я очень жду рандомизацию и генерацию мелодий Вот даже в Бернджере ТД-3 это есть уже Пусть хотя бы будет не полифонические, но хотя бы монофонические генерации мелодий Мне кажется, это пошло бы на пользу диджитакта Будем ждать Электрон диджитакт имеет теперь множество различных фильтров Они различные по своему смыслу, по звуку Причем-то можно теперь для разной задачи использовать разные фильтры Также они добавили туда огибающую Можно использовать привычную огибающую, которая была на диджитакте Либо использовать огибающую, полноценную ADSR, как в синтезаторах К слову о синтезаторах, то диджитакт второй Он теперь приблизился к синтезаторам еще ближе Появился портамента, появился легата, глиссанда Появились velocity параметры, которые также можно модулировать Короче, в плане модуляции и перехода нот Он уже реально такой более синтезаторный девайс Так что любителям синтеза и тем, кто настраивал на какие-то, например, 303 секвенции С одной ноты, переход на другую Эта штука понравится По-моему, в синтакте как раз-таки тоже это было реализовано Поэтому реализовали теперь и здесь Помните такую перформанс-штуку, которую мы все использовали? Она заключалась в том, что мы нажимаем кнопку трека и крутим реверп И тогда у всех треков этот реверп увеличивается Так вот, мы всегда не хотели, например, чтобы на кике этот реверп использовался И мы просто делали лог реверберации на этом шаге, чтобы он не менялся Сейчас можно просто исключить какой-то канал Может не один, может два Вообще-то на каждый паттерн теперь можно исключать различные каналы И они просто не будут работать с этими эффектами, которые control all, скажем так Это тоже очень удобно, в зависимости от вашей идеи импровизации Можно исключать каналы для того, чтобы обрабатывать их вот этим вот control all параметром Сэмплы теперь тоже имеют интересную структуру Здесь, когда мы выбираем сэмпл, было одно окошко, которое постоянно пропадало Мне было неудобно, сейчас оно не пропадает И есть теперь 8 банков для сэмплов ABCD и так далее И мы можем, например, по смыслу их разграничивать Это очень удобно, если мы направляем какую-нибудь рандомизацию выбора сэмплов И если мы по смыслу, например, родник клэпы в C-банк загрузим То будет между клэпов это выбираться В общем, короче, структура и такая некая система вообще настройки этого девайса прокачалась в этом плане И сэмплов, конечно же, теперь больше было 128, а теперь 128 умножить на 8000 с чем-то Запись сэмплов стала тоже более интересная Можно теперь записывать с первого триггера Когда мы нажимаем рекорд и плей одновременно В этот момент записывается секвенция прямо с первого триггера Ровная, четкая для того, чтобы записывать 8, 16, 32 Шага в зависимости от длины сэмпла, который вам нужен То есть раньше можно было с помощью трэш-холда Это все осталось, трэш-холд остался Можно просто через фанкшн есть записать в любой момент Ну или теперь использовать вот эту вот такую удобную запись, как в экстреке Сэмпл у нас теперь стереофонический И это очень удобно, можно использовать монофонический, можно стереофонический Опять-таки от задачи, если хотите сэкономить место, используйте моно Если хотите, чтобы звук получал широко или уже какой-то сдержал эффект То используйте стерео сэмпл Раньше мы стерео в диджитакте получали с помощью реверба, который тут есть Это также можно использовать, дилея Теперь появился хорус По-моему, он точно такой же, как в диджитоне И мастер на овердрайве, как в диджитоне, тоже не добавили Так что вот еще какие новинки добавились Но если вы, например, не хотите использовать эффекты диджитакта Как, например, я в каких-то случаях не любил использовать на определенных звуках эти эффекты То можно записать уже с готовым эффектом с внешних девайсов стерео сэмпл и просто воспроизводить его Теперь есть четыре варианта работы триггеров Вот этих вот кнопок Один из них это Velocity Здесь нет полноценного кнопа Velocity, как это было в TR8S Опять-таки, простите, что я постоянно сравниваю Но у меня был опыт просто с этим девайсом Это было очень удобно Мы теперь можем включить режим Velocity и настучать с 1 по 16 в зависимости Чем больше, тем сильнее Короче, можно попробовать теперь поимпровизировать с записью, именно с чувствительностью Отдельно вынесен теперь блок ретригов И можно использовать этот блок для интересных повторений Состояния триггеров для того, чтобы... Ну, многие на хай-хэты используют Ну, в принципе, не обязательно только на хай-хэты Короче, секвенцию можно разнообразить Короче, этот трик-мод позволяет изменить поведение 16 клавиш В зависимости от режима, который нам доступен Очень крутую штуку они добавили в секвенцию Теперь помимо пробабилити Раньше это все было на одном То есть и пробабилити, и фил Это теперь отделили Теперь пробабилити в процентном соотношении в одном окошке А, например, фил Фил это когда мы назначаем какой-то трик на параметр фил И когда мы нажимаем кнопку фил, он срабатывал или пропадал В зависимости от логики, которую мы там выставили Теперь это можно сосчитать То есть можно и фил использовать, и одновременно использовать можно пробабилити Теперь у нас есть три LFO Раньше было два, а теперь только три Они абсолютно одинаковые А одинаковые параметры на всех этих трех LFO доступны То есть все параметры Также, как я говорил, уже появилась в Velocity модуляция То есть можно использовать источник силы нажатия этого триггера Ну или там силы его срабатывания на какой-то модуляции В том числе и на фильтрацию, на громкость Это сродни синтезаторной темы Так что динамику можно получить еще вот таким способом Это круто Компрессор Компрессор на электронной диджитакте появился из одной из прошивок То есть на первом диджитакте Во втором диджитакте они теперь добавили возможность делать нормальный сачейн компрессор Раньше это было, как это выглядит То есть сачейн компрессия это когда боковая цепь, скажем так Он делает сигнал, компрессирует в зависимости от кика Ну допустим, чаще всего используют кик Давайте тоже про кик поговорим Но фигня в том, что он вместе с этим киком компрессор Еще, то есть он делал сачейн на него Еще и обрабатывал весь этот, в общем-то, мастер вместе с киком этой компрессии Поэтому кик не получалось Хорошенько раскачивать Теперь можно исключить инструмент из компрессии И он будет делать эффект дакинга без проблем Также можно отключить входящий Здесь есть, насколько вы помните, здесь есть вход для внешних девайсов И когда мы используем, например, какой-нибудь Пускай это будет ambient pad из какого-нибудь синтезатора Можно исключить его из этого компрессора Или включить, так скажем, чтобы он тоже мастером обрабатывался Субтитры сделал DimaTorzok В принципе, мне кажется, этот компрессор со временем зазвучит И мы можем уже действительно использовать его в клубах Но посмотрим, время покажется Сейчас пока сложно говорить, нужно тестировать и проверять Но вот что плохое про компрессор я могу сказать То я раньше всегда использовал глобальные настройки компрессора Для всего проекта Сейчас появились киты И теперь компрессор приходится настраивать под каждый отдельный трек обязательно То же самое с дилеем и ревербом Нельзя теперь сделать глобальные настройки дилея и реверба Возможно, это не очень удобно Но, по крайней мере, мне это не очень понравилось Дижитак постепенно обрастает новыми движками Теперь мы можем MIDI использовать Или, например, обычный сэмпл Появился режим Stretch Это режим, который позволяет растягивать сэмпл Без изменения его по высоте тона Что, в принципе, приближает нас Еще приближает к полноценному сэмплеру Единственное, что слайсов, конечно, хороших они пока не добавили Есть режим Grid Который, если вдруг у вас сэмпл идеально ровный То он, в принципе, хорошо делит Но хотелось бы увидеть когда-нибудь там слайсы Не знаю, будут ли они гробить эктотрек Добавлением слайсов в диджитакт или нет Но посмотрим Для моих задач, в принципе, хватает этого Не обязательно мне использовать слайсы Но кому важна работа с сэмплами под микроскопом Все-таки это большой недостаток Евклидовые ритмы, если вы помните То в одном из своих видео я диджитакт прокачивал с помощью дополнительного устройства Такого MIDI-девайса, который добавлял в диджитакт эвклидовый ритм Теперь мы можем на любой из треков в диджитакт добавить эвклидовый ритм Да хоть на все И причем еще там по два генератора Ротейшн, совместный ротейшн И плюс еще несколько алгоритмов работы этих триггеров То есть там они взаимоисключающие, сочетающиеся, саб, ну в общем-то различные алгоритмы Я считаю, что это очень круто Особенно для каких-то прямолинейных стилев Таких, как техно, где можно разбавлять интересными вот этими вот не только третями Но и в общем-то эвклидовый ритм, мне кажется, это вообще must-have Так что на моем девайсе еще не снята пленочка Давайте прямо сейчас ее снимем А вы пока подпишитесь на мой телеграм-канал Там я всегда анонсирую какие-то важные моменты, выпуски видео Ну и просто иногда мы делаем там опросы Так что ссылка будет в описании, подпишитесь Также для тех, у кого есть возможность, можно поддержать мой канал Можно стать бустером И за ежемесячную плату получить эксклюзивный контент И доступ к закрытому чату В плане контента я выкладываю там влоги из Берлина Ну и записи стримов по воскресеньям А так приходите по воскресеньям на стримы Я рад всех видеть, добро пожаловать Ну что, у меня вроде получилось отковырять Вот такой теперь красивый диджитактик Блестящий Ну что же, давайте поговорим теперь о минусах Которые по-прежнему есть в этом девайсе Даже то, что они его очень сильно улучшили Для меня есть некоторые минусы Которые я хотел бы вам сейчас озвучить И я надеюсь, что в будущем они с помощью прошивок это прокачат Тем более, они во многих слотах оставили там пустоты Например, один из таких моментов это режим аккордов Почему-то по-прежнему нет режима аккордов Там есть просто пустой квадратик Я очень жду этот режим Он был в диджитоне Я надеюсь, что в диджитакте В девайсе, который является секвенсором для моих синтезаторов Его тоже добавят К сожалению, мы можем играть 4 ноты Но, к сожалению, мы не можем управлять велосити этими 4 нотами То есть, если вы играете аккорд, например, на один из шагов Записываете для синтезатора То велосити у каждой из этой ноты он один Мы не можем делать более органичное вот такое нажатие Имитировать нажатие пальцами на клавиатуру, к сожалению, невозможно Если для вас это важно, учтите этот момент По-прежнему в электронной диджитакте нет лайф-рекординга То есть, его нельзя использовать как лупер То есть, для того, чтобы нам что-то записать Нам нужно остановиться, сохранить сэмпл, закинуть на дорожку То есть, вот такой вот лайф-лупинг, короче, тут невозможен Не добавили CV Не знаю, может быть, это не актуально уже Но было бы неплохо, конечно, иметь еще и CV на борту Хотя бы для триггера Для этого вам придется покупать внешний девайс У меня есть, я использую ее в MIDI То есть, CV-конвертор По-прежнему нет еще овербриджа на этот девайс Но электроны пообещали, что он скоро будет Так что ждем овербридж Овербридж это такая программа, которая позволяет использовать Диджитакт как VST-плагин Мы просто загружаем ее в DAW Для того, чтобы регулировать различные параметры Ну и, в принципе, синхронизировать с DAW Также удобнее через овербридж Я этим пользовался Ждем овербридж Я столкнулся с проблемой при переносе своих проектов С первого диджитакта я перенес все проекты И перенеслись сэмплы, ваншоты То есть, дорожки сэмплерные Первые восемь перенеслись Фильтры все-все-все перенеслось Но не перенеслись параметры MIDI И мне пришлось добавлять их вручную Перед продажей своего диджитакта первого Я потратил пару дней для того, чтобы восстановить Все свои MIDI-секвенции Потому что для меня это важно Я иногда хочу оставить такой бэкап Чтобы перезаписать, например, какую-то мелодию Ну, точнее, не мелодию, а, скорее всего, модуляцию на этой мелодии В случае, если это было записано мной в Blackbox Также я выявил одну проблему Что диджитакт мой У него появился клик на тех инструментах Которые были объединены друг с другом То есть у меня на первой дорожке Был на некоторых проектах Которые я рассчитывал как стендалон проекты На некоторых дорожках использовал несколько сэмплов На первой дорожке у меня был кик и бас И вот эта дорожка как раз и делала клик Такой щелчок Я думаю, что это связано с стартом сэмплов Я не знаю, как это Пофигтись Сейчас это было невозможно Я пробовал делать атаку Начало сэмпла двигал Как у баса, так и у кика Независимо Ничего не помогло На стриме мы тоже это делали Ребята все давали какие-то рекомендации Как попробовать Избавиться не получилось В общем-то мы используем теперь Один трек, один сэмпл Пока только так Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ждем обновления Наверное, компания Электрон учтет этот момент Я не стал им писать Потому что последний раз, когда я им писал Это было еще до покупки диджит акта второго Или нет, в момент Я спросил, можно ли перекинуть проекты с первым, вторым Мне так и не ответили Уже прошло вот 10 дней По-прежнему компания Электрон не выкатила удобный файл менеджер Чтобы перекидывать проекты из одного в другой Чтобы перекидывать паттерны Теперь уже киты и сонги Я надеюсь, что они в ближайшем будущем это сделают Потому что это очень важно, очень нужно И когда я готовлюсь к лайве, например Мне приходится собирать Очень удобно, хочется скомпоновать Треки, которые шли бы друг за другом Которые я планирую сыграть в лайве А не бегать по всем проектам, там собирать Короче, организация паттернов была бы очень кстати Я надеюсь, что компания Электрон выпустит какую-нибудь такую штуку Ну или добавит это в трансфер Чтобы можно было бы через трансфер Какую-то дополнительную вкладку управлять этими проектами Но пока я использую такой старинный способ Называется листочек Я напечатал такой пресетик В котором просто вручную прописываю Где какие треки, чтобы не забыть И охватить своим взором Где какие проекты у меня Для того, чтобы сместить в тот или иной паттерн Я оставлю ссылку, вы можете скачать этот проект бесплатно И использую тоже для своих нужд Еще один минус, который я хотел бы, чтобы он был в будущем исправлен Это то, что нет возможности управлять свингом на каждую дорожку Есть возможность сделать микротайминги То есть вручную можно сдвинуть триггеры Но было бы круто, чтобы на каждой дорожке была регулировка этого свинга Чтобы управлять отдельно Пока есть только на общий трек этот свинг Ну не всегда это хорошо работает Но тем не менее Короче, не прокачали они эту штуку пока Будем ждать Также пропало описание сэмпла Раньше было очень удобно, когда кликаешь по инструменту Сверху было название сэмпла Сейчас это что-то саунд 1, саунд 2 Как-то не очень понятно пока Надеюсь, тоже пофиксят Наверное, это не так сложно Не добавили и батарейку Мы все ожидали, что в Digitact вот такой портативный Но я не считаю, что он слишком портативный Но мне кажется, что он что-то между портативным и студийным девайсом Но было бы неплохо, поскольку там есть место Добавить туда еще и батарейку Я знаю, есть проекты, которые позволяют использовать Digitact Outdoor То есть на улице, да Можно напечатать на 3D принтере такой кейсик для батареек И купить там на Амазоне или где-нибудь еще микроконтроллер Который потом просто два контакта припаиваются Один к плате, другой к выключателю, по-моему И можно использовать его как пауэрбанк Ну, короче, классно, если бы такое расширение было предусмотрено в Digitact Как в Ableton Push, ну, чтобы можно было докупить такую штуку А не самому колхозить Я бы, наверное, точно воспользовался этим Вот такой вот классный электрон Digitact 2 Который обзавелся довольно большим количеством Всяких различных интересных и удобных, наверное, штук Будем использовать Я всем советую его Мне кажется, это девайс долгожданный И всем хорошей музыки До скорой встречи, пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok